Легким движением руки световой день увеличивается. Теперь Астрахань и Ульяновск в одном временном строю с Самарой. Разница с Москвой на час. Тех, кто собрался в ближайшее время в поездку, предупреждают. Билеты, где указано время отправления, действуют по прежним правилам. Люди говорят, главное, теперь в жизни стало больше солнца. Будет позже темнеть, соответственно, подольше можно будет с ребенком гулять. Это нам очень важно, молодым мамам. Ну и плюс, конечно, попозже, я так надеюсь, будет светать. И, соответственно, у нас сдвинется немножечко подъем. Для нас было, например, неудобно то время. Ничего, мы себя и вчера, и сегодня проснулись. Нормально чувствуем. Изменений нет никаких. Мы живем летом на даче. Вот в три часа уже солнце в четвертом сходит, представляете? А вечером в девять темно уже. Еще надо работать во всю. Я за. Я сто процентов за. Традиция переводить стрелки появилась в России почти век назад. После революции страну разделили на 11 часовых поясов. Затем стрелки часов гоняли туда-сюда. И вскоре время официальное во многих регионах стало отличаться от астрономического. Ежегодный переход с летнего времени на зимний. И наоборот, придумали, чтобы люди могли более разумно использовать световой день и экономить электричество. После того, как шесть регионов страны добровольно сменили часовые пояса, в ближайшее время временных изменений не обещают. Алина Чемерис, Константин Головин. События.